Собаки Центра кинологической службы без приказа хозяина и шагу не сделают. Обученные животные лают, молчат, разыскивают и, конечно же, нападают только по команде. Чего нельзя сказать об их одичавших собратьях, которые сбиваются в стае и пытаются выживать в условиях города. Кинологи утверждают, лучший способ обезопасить себя от агрессии – это избегать встречи с собаками. Не лениться менять маршрут, заметив стаю издали. Если животных удалось увидеть слишком поздно, важно продолжать движение. Ваша остановка послужит сигналом о слабости. Если собака лает, у нее есть уже, допустим, какой-то умысел, что-то сделать, испугать вас, хотя бы даже просто испугать. Но лают, получается, там только провокатор. Она полаяла, остальные все включились, смотрят, испугались вы, все, они уже пойдут, свое дело сделают. Не поддаваться панике – это самое сложное и одновременно самое важное правило поведения при встрече с бродячими псами. Следует сохранять спокойствие и действовать соответственно обстановке. Не можете обойти стаю стороной? Поднимите или сделайте вид, что поднимаете что-то – палку, камень или горсть земли. У большинства дворняк имеется неприятный опыт столкновения с ними. И, скорее всего, увидев, как вы нагибаетесь, они сразу же отступят. Также можно постараться сделать себя визуально больше, расставить руки в стороны и решительно пойти в сторону собаки. Ни в коем случае не стоит поворачиваться к псам спиной и тем более пытаться убегать. Для собаки это поведение жертвы, которое она, как хищник, не может не преследовать. Если на вас все-таки напали, защититься можно, используя любые подручные средства. Если у вас есть зонтик, это тоже очень-очень даже хорошо. Зонтик вам просто перед мордой, там, ну, как бы, несколько раз открыли-закрыли. Собака тоже, когда не видит, ну, на своей там цели, там, не знает, там, кого атаковать, что атаковать, она тоже, ну, в принципе, прекращает свои вот эти действия нежелательные. Самая распространенная ошибка при нападении животных – бездействие. Важно активно обороняться, громко и грозно кричать, даже ругаться. Если успеете, выставьте перед собой куртку и загородитесь ею от животного. Пес инстинктивно схватит то, что ближе всего к нему и потянет на себя. В момент максимального напряжения ударьте носком в горло собаки. Бить следует изо всех сил, ведь болевой порог у собаки намного выше человеческого. Кроме верхней одежды, отвлекающим предметом послужат и другие подручные вещи – сумка, шарф и так далее. Предотвратить нападения могут помочь и достижения техники. Собак может распугать разряд электрошокера или ультразвуковое устройство – прибор, испускающий ультразвук, который безвреден для людей, но невыносим для животных. Алена Ведерникова, Анна Кулигина, ЗАПТВ